Предварительная информация включает в себя сведения о воздушном судне и маршруте полета, о ввозимом товаре, а также о его отправителе и получателе. В противном случае партию товара отнесут к области риска. Подобные так называемые новые технологии уже используют ряд авиалиний, осуществляющих регулярные, в том числе международные рейсы в Сочи. Среди них и авиакомпания, которая поставляет в город курорт оборудование для проведения Формулы-1. Первая партия весом более 102 тонн уже прибыла. Сейчас таможенный орган ожидает предварительную информацию еще по четырем партиям товаров для королевских гонок. Такая форма работы должна действовать и с каждым пассажиром воздушных судов. По прошлому году у нас было больше 260 дел об АП выявлено при пересечении гражданами границы. Чаще всего это связано просто с незнанием законодательства, хотя сегодня возможности для этого большие. Сейчас уже пассажир может в Сочи подать таможенную декларацию, пассажирскую таможенную декларацию, заполнить ее в электронном виде и подать через портал. С нормами провоза, со списком товаров, подлежащих декларированию, можно ознакомиться на сайте Федеральной таможенной службы, впрочем, как и на сайте сочинской таможни. Там же вся информация о ряде ограничений. Например, декларировать не надо деньги, если у вас не более 10 тысяч долларов. Кто возвращается, особенно из поезда, посещает магазины Дьюти Фри и немножко выпадает из памяти, что в частности у нас можно табачных изделий возить не так много, в эквиваленте до 250 грамм табака, ну или там 200 сигарет, 50 сигар. По алкоголю не более 5 литров алкогольных напитков. Предварительная информация, которая с апреля считается обязательной, должна быть направлена в таможню не менее чем за два часа до начала регистрации на рейс.